Забудьте про футбол, настоящий победитель ЧМ, Владимир Путин. Нейтан Ходж, CNN, США. 1 июля 2018 года. Москва, чемпионат Владимира Путина идет хорошо. Российский лидер выступает в роли государственного мужа с самого начала чемпионата, принимая президентов и премьер-министров. Одних только билетов на матчи продано свыше 2,5 миллионов, что повысит привлекательность его страны для туристов. Да и сборная России, вступив в борьбу с самым низким рейтингом, превзошла все ожидания. Чемпионат мира также помог Путину укрепить свой геополитический статус. На встрече с российским президентом, прошедшей в Москве в среду, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, Йон Болтон, сделал Путину комплимент, полюбопытствовав, как тому удалось организовать чемпионат столь успешно. И это не просто дипломатическая любезность. Чемпионат мира, похоже, закроет главу, начавшуюся для Путина после Олимпиады в Сочи. Спустя считанные дни после церемонии закрытия Сочинской Олимпиады российское правительство начало аннексию украинского полуострова Крым, что породило крупный международный кризис и волну обескураживающих санкций, принятых мировым сообществом против Москвы. Сбитый лайнер малайзийских авиалиний на востоке Украины усугубил изоляцию России, равно как и военные вторжения Путина в Сирию и вмешательство в исход американских выборов в 2016 году. Пока что повестка дня выглядит весьма типично. На вопрос CNN, CNN, о том, какие темы будут затронуты на предстоящем саммите с Путиным, Болтон ответил, что стороны обсудят полный спектр вопросов, включая аннексию Крыма. Хотя Кремль считает этот вопрос закрытым, несмотря на скудное международное признание. На вопрос о том, есть ли смысл проводить саммит, если Россия никак не сменила своего поведения, повлекшего санкции, Болтон ответил следующее, лидерам наших стран важно провести встречу. Президенты Трампа и Путин полагают, что смогут найти конструктивное решение к целому ряду проблем, по которым существуют разногласия, а таких немало. Впрочем, найдутся и те, что скажут, что это плохая идея. И это далеко не единственный жест доброй воли международного сообщества по отношению к России. На следующей неделе в Россию направляется группа сенаторов-республиканцев. Это будет еще одна встреча в верхах на фоне чемпионата мира. Наконец, еще одна возможность для Путина предстать в роли государственного мужа – финал чемпионата мира. Он состоится 15 июня, и посмотреть матч Путин пригласил израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху. И хотя тот пока не дал своего согласия, свое присутствие уже подтвердил глава палестинской администрации Махмуд Аббас. Может статься так, что саммит Путин-Трамп и трехсторонняя встреча между Путиным, Аббасом и Нетаньяху обе окажутся скорее символическими, чем по существу. Санкции против России продолжают действовать, а отношения с США крайне натянуты. Однако с точки зрения зрелищных кадров, лучшего фона, чем чемпионат мира, и желать нельзя. Вмешательство России в американские выборы остается главной темой в отношениях между Россией и США. Примечательно, что Кремль придерживается мнения противоположного. Путин обвиняет Запад в попытках влияния на внутреннюю политику России и всякое собственное вмешательство отрицает. Так что сложно представить себе, что Москва и Вашингтон найдут здесь общий язык. Директор Московского центра Карниги Дмитрий Тренин, один из ведущих специалистов по российско-американским отношениям, считает, что страны сделают, по крайней мере, один символический жест, чтобы придать саммиту легитимность. Чтобы смягчить критику грядущего саммита, Кремль и Белый Дум могут сделать публичное заявление, что всякое вмешательство в механизмы посчета голосов неприемлемо, написал Тренин в своем Твиттере. Действительно, вмешательство попросту бессмысленно. Продолжение следует...